добрый вечер дорогие друзья я уже заранее благодарю своих ассистентов олега сошникова там полно алексей дьяков был так и и пока пока все ну и я ваш покорный слуга запись пошла я даже не успел посмотреть то есть здесь все работает как часы значит о чем сегодня хотелось бы поговорить и ответить на вопросы вопросов много вопросы длинные вот они требуют комментариев потому что ну скажем даже не всегда можно из вопроса понять скажем на чем сфокусироваться теперь может быть начнем с новостей а во первых скажите как меня слышно пожалуйста ставьте обратную связь так сейчас посмотрим а есть спасибо я там завис спасибо большое значит как всегда не как всегда традиционно можно сказать есть две новости одна хорошая другая плохая значит все знаки или все индикаторы показывают что проект развивается несмотря ни на что очень мощно у нас скажем так поток информации которые мы получаем он достаточно для того чтобы понимать что проект прозрачный это все без исключения эксперты которые значит по заданию по своему желанию скажем сталкиваются с информационным потоком описывающим проект констатируют это но как говорится иногда хочется чего-то особенного особенно это есть то что мы действуем что проект он находится в динамике то есть идет к по четырнадцатому этапу вот 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 должен начаться под этап четырнадцатого этапа второй под этап вот и все как следует это положительная новость и если послушать кто слушал вначале пришли слушали интервью с анатолий дар чем юницким он там много интересных вещей рассказал но поймите правильно что за текстом нужно с ну как бы стараться понять контекст в этом интервью есть много под контекстом о котором как-то ну и говорить скажем юницкому с одной стороны канала генеральным конструктором с другой стороны теперь уже как и предпринимателю а где он предприниматель а где он конструктор конструктором когда речь идет о проекте предприниматель он там где идет речь о выведении технологии на мировой рынок строительства транспортных структур по новой инновационной технологии вот это разные вещи и тут он уже сидит в мощном офисе вместе с партнерами и так далее это хорошая новость плохая новость дорогие друзья это то что упали скажем объем инвестиций мы находимся на четырнадцатом этапе этап должен принести по расчетам скажем бизнес-плана принести 25 миллионов чтобы идти дальше но это в том случае когда у нас были соблюдены объемы всех этапов но у нас то накопилось друзья не до финансирование о котором не громко мы говорим понимаете не до финансирование проекта это тоже надо учитывать и теперь возникает вопрос мы с вами сейчас здесь но я понимаю что здесь самые такие скажем слушатели которые держат руку или палец на пульсе проекта но давайте будем думать как нам скажем так привлекать еще инвестора в этот проект хорошем смысле этого слова не вешай лапшу на уши а именно то что смотрите проекта где он действует он работает я об этом еще позже сегодня буду говорить понимаете и вопрос в том что впереди еще очень большой инвестиционный объем не сертифицировано до конца скажем правильно сказать так нужно еще построить трассу для сертификации высокоскоростного транспорта недавно у нас было по интернету совещание было с юницким господин юницким как с генеральным конструктором вот и был задан ему вопрос значит что у нас высокоскоростного сказал что на первый взгляд кажется что встала сертификация без нет он говорит ведь дело-то в том что высокоскоростной юнибус или июня свое название не будучи придумывать то есть одним словом транспортное средство для высокоскоростного транспорта она строя построена она находится в стадии уже сертификации а ему не обязательно стоять где-то там и бегать пока еще бегать по там сам 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 корпус этого на транспортного средства уже сертифицировать хотя строительство еще только-только начинается вот и поэтому процесс идет но впереди очень большие инвестиции и это от этого зависит как проект пойдет или пойдет я с вами сейчас разговариваю как ну как со коллегами с партнерами по бизнесу мы вошли в этот и давайте таковыми себя считать я разговаривал недавно с одним инвестором который как бы уезжал потом он не знал приехал говорит слушай я бы хотел с тобой переговорить я не ну как бы я очень редко как бы такую информацию даю но поскольку это мои знакомые с которыми я где-то лет четыре года назад передавал информацию они что-то сделали какие-то тогда инвестиции чтобы не обижались на меня что их не привлек его теперь вернулся и когда ему объяснил условиям скампе условия очень хорошие что ты мне об этом раньше не говорит верну извиняюсь значит не прав или скажем так исправлюсь передал информацию человек сделал свою инвестицию сказал очень интересные инвестиции я прекрасно понимаю что 30 к одному это очень серьезный и тем более смотрите куда вы ушли раньше сильно рисковал а сейчас сейчас я не вижу здесь особого риска только временной рис он прямо мне так и сказал понимаете поэтому он сказал что я хочу инвестировать до самого конца кстати сегодня есть очень интересный вопрос я вам его зачитаю и тогда еще прокомментирую поэтому дорогие друзья давайте пойдем дальше я вам хорошую новость сказал прокомментировал и и давайте пойдем дальше значит сразу к вопросам вопросы ответы вот забыл владимир владимир у меня есть вопрос когда после того как вход в корневую закроется но я хочу купить вот первый как раз вопрос купить дальше ну то есть не купленный купить человек пишет так как он понимает хочу инвестировать и стать владельцем акции дальше но компания будет закрыта где смогу купить акции для этого в портфеле есть это будет возможно купить буду я какие-либо данные о цене а будут ли какие-либо данные цели тогда где-то это будет показано где-то некоторых платформах человек беспокоится понимаете он видит что проект развивается и он мудро готов от 50 до 500 как я говорю ежемесячно вкладывать в это дело ведь они все равно где-то разойдутся а это инвестиция в капитализацию вдумайтесь в это кто не понимает что такое капитализация посмотрите google знает все разберитесь пожалуйста ведь это самый мощный один из самых мощных капитализационных проектов причем в отрасли абсолютно новый как говорит юницкий но мы строим мы вынуждены будем построить все вместе еще и отрасли понимаете что такое в отрасли это все что касается создания инфраструктуры обслуживающей создание развития этого вида транспорта проектирование строительство подготовку от нулевого цикла до завершения и плюс обслуживание и эксплуатацию это целый здоровый комплекс в сегодняшнем показанном интервью юницкий он говорит что там вот этот американский университет шар же там будут обучаться и так далее это капля в море понимаете это только обучение специальности а переподготовка сколько уже существует транспортных специалистов которым надо пройти только переподготовка понимает то есть это колоссальнейшие отрасли мы имеем в этой отрасли свою долю мы совладельцы вы вдумайтесь в это это мощнее чем совладельцы газпрома газ и нефть кончится транспорт это самая скажем так перспективно развивающийся отрасль даже я мог бы сейчас вам еще целый час рассказывать какие индикации идут от тех с кем 23 года назад год назад полгода назад мы здесь вот в нашем прибалтийском или балтийском регионе общались передавали просто информацию сейчас идет обратная связь начинают нас за усы дергать слушайте у нас все у нас запор значит мыслей мы не знаем у нас выбор только между трамваем и железной дорогой все и вдруг мы вспоминаем что есть новая инновационная технология на втором уровне на струнном рельсе вы не можете нам еще раз об этом рассказать или пришлите пожалуйста материал заказ будет мощнейший вопрос в том как реализовать эти заказы и сейчас очень много заказов у юницкого поэтому юницкий сидит уже или садится в офис предпринимателя поэтому дорогие друзья значит к первому вопросу еще раз не будет компания закрыта будет до акции выйдут на ведь понимаете завершается так называемая реализация или завершится так называемых свободный не свободных извиняюсь а залоговых акций это 50 процентов от всех акций привилегированных акций 50 процентов минус одна акция каждая из компаний это свободные акции они выйдут на биржу но у них будет уже другой другая как бы ценность там они выйдут один к одному понимаете конечно их можно будет приобретать на начальном этапе может быть скорее всего и будут сделаны какие-то еще дополнительные предложения но это близкого или ну скажем так одного из ближайших будущих перед этим есть еще один этап я к нему вернусь ведь токены не просто так svg или sv global токены придуман нет я немножко к этому тоже приду поэтому ничего не закроется так называемый первичный инвестиционный или скажем кредитный вход через кредитование проекта да он он завершится он не закроется это такая терминология что закроется чем закроется не волнуйтесь приобретать уже можно будет с открытого рынка с открытого доступа приобретать можно будет вот там разные возможности но самое просто это приобретение с с биржевых биржевых каналов вот поэтому ничего страшного нет и и возможности будут второй вопрос где где так я сейчас посмотрю значит ольга тут вопрос есть к первому могут ли резко закрыть вход в корневую не оповестив за две недели инвесторов проекта нет нет такого не будет что объявит объявит обязательно что значит когда когда этот результат будет но дело то в том а что меняет ольга я не понимаю что меняет дело в том что как раз тут то есть нюанс вы понимаете люди которые радеют за рассрочку вот у кого рассрочка есть она дойдет до конца понимаете то есть предположим я иванов приобрел кредитовал проект значит там я не знаю 5000 то есть пакет на 5000 ежемесячно выплачу 500 долларов кредитую вот и это начиная начата 1 марта этого года это значит апрель май июнь июнь и август сетябрь октябрь ноябрь декабрь и в январе я должен завершить или в декабре там зависимость того какой-то пакет вот должен завершить и например в сентябре или там в октябре объявляется о том что я спокойно инвестирую дальше или мне делается какое-то предложение что пожалуйста что мы тебе даем там какую-то скидку но проинвестирую дальше все весь пакет или спокойно буду инвестировать дальше потому что на меня уже зарезервировано определенное количество залоговых акций они просто лежат на другой полке и переместятся мой портфель с момента когда завершу свою скажем инвестицию поэтому это тоже как один из факторов поэтому ничего страшного нет и оповещение будет много я не вижу тут никакой необходимости предположим что появился какой-то ключевой инвестор который готов инвестировать допустим именно через залоговые акции инвестировать 150 миллионов то я так думаю что это и было бы закрытие процесса кредитования проекта через залоговые через залог и выдачу залогов в виде доли или акции евразии на русском холдинга вот там объявление объявляет там нельзя объявлять просто может быть сказано я бы например стратегически сделал бы что личный у компании никогда у проекта никогда нет лишних денег я бы лично сделать так что я бы объявил да друзья что вот через две недели будет завершён значит или прерван этот процесс появился такой-то инвестор все у вас есть две недели вот тогда принимайте стратегически тактические решения и почему бы тогда не сделать то о чем я сказал вот единственный плюс я вижу об этом объявлении ольга людмила где же крупные инвесторы которые стоят в очередь чтобы инвестировать на всем готовом практически на всем готовом нет вы понимаете людмила это инвесторы стоят крупные инвесторы у них есть скажем одно дело иметь деньги другое дело получить доступ к их направлению в проект ведь банковская мафия мировая мафия я не буду сегодня раскрывать эту тему об этом в интернете на все разных чатах сайтер много говорят вот я просто скажу что это полная значит она находится в агонии вот и не так просто например значит какие-то серьезные суммы проинвестировать проект ты должен большой документально правовой стриптиз сделать прежде чем тебе сдвинуть деньги с твоего счета на какой-то другой счет понимаете это просто вот но никакому описание не поддается это целое целое очень но тем это это глобальнейшая проблема тем более в неизвестный скажем или так и так называемый проект который меняет мир потому что многие говорят как вы еще живы там все так что здесь все непросто вот сошников капитализации спасибо олег это очень важно важно спасибо средства от продажи токенов олег средства туда же идут в проект они идут потому что что стоит за токенами посмотри пожалуйста в этом самом white paper белой бумаги там все четко сказано какая капитализация стоит за токенами она не очень четко прояснена или там надо что-то домысливать сами но это будет исправлено я сегодня немножко остановлюсь на токенах и на этом деле уже продано более чем на 100 тысяч долларов ну да да это пока тестовый режим да 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 не запуск токеново идет тестирование а запуск это отдельная история да да естественно конечно это один из каналов этой будет в общем то на первом этапе будет для завершения использоваться на втором этапе или на следующем этапе или в процессе скорее все правильно сказать так будет источник финансирования всех проектов потому что вы же помните что в белой бумаге написано что основная стратегия головной компании владельца технологии в финансирование самофинансирование проектов а вот эта площадка эта платформа и есть это средство понимаете а придает им интерес или скажем привлекательность придает то что они становятся средством взаиморасчетов с подрядчиками которые тоже стоят в очереди подрядчиков сегодня я мог бы вам интересную историю рассказать с одними столеварами которые обратились значит что вот давайте мы будем там профиль делать когда начали разбираться это старое предприятие его ему уже 40 лет туда надо много инвестировать зачем там это делать но сама идея что давайте мы готовы перепрофилироваться на выпуск продукции для не буду даже называть региона где вот на продукцию металлоконструкт для металлоконструкции уже начинают понимать так что это все очень серьезно о чем мы говорим чем отличается от свободных плане биржи тем отличается что залоговая акция это закрытые акции в компании они у нас используются как залоговые то есть я даю кредит получая в залог акции это внутренние учетные акции доли компании которые ставятся в реестре как бы я становлюсь их владельцем при желании а таковое я делаю там вот и все они нет они не конвертируем и пока они являются документом что они при выходе я ими могу пользоваться дальше свободно когда выйдут на свободный доступ вот и все на бирже будут свободны причем сначала на бирже уводятся свободные акции которые принадлежат компании и не были в обороте в первичном обороте внутри компании не в обороте извиняюсь а залоги вот когда пройдет там 180 дней до 180 там разные варианты есть 90 90 до 180 дней то после этого уже открывается для всех то и владельцы вот этих залоговых акций имеют тоже право тогда дальше начинать предлагать свои акции первому хорошо спасибо за вопрос я еще к первому вопросу тогда прокомментирую дальше и вот тогда вот в течение вот этих 180 день тоже будет возможность покупать один к одному как они будут там это первое предложение будет они могут и выше быть они могут быть и ниже одного доллара за акцию понимаете то есть там тоже могут быть разные варианты это их их биржевая стоимость может колебаться от между значит и как плюс так и минусную сторону от номинальной стоимости акций выведенных на биржу где как и вот второй вопрос где на каких биржах лучше работать чтобы закупаться эфиром и на них потом покупать skyway global токены и можно ли в централизованном порядке официальный создать пулы где туда переводить деньги в фиате а взамен получать токен svg было бы проще для многих отдать свои свои фиаты или свои личные деньги ну скажем и наличные деньги находящиеся в обороте денежные средства и получить токены да в принципе в этом есть свой смысл рекомендации будут даны кое-что делается в этом направлении тот кто спрашивает я отвечаю вам вот в этом есть своя логика поэтому тут как можно как накапливать даже трудно сегодня сказать то ли это делать 5 выгоднее или безопаснее или это делать в какой-то крипто выражение или ну скажем криптовалюте поэтому и так и так может быть поэтому лучше всего делать это пока в акции ибо акция самое надежное средство для обмена потом на токен понимаете поверьте мне вы поняли мою мысль прокомментируй пожалуйста новость опубликована несколько новостных порталах относительно заключения договора относительно заключения договора по сотрудничеству рта и бимкар которым используется упоминание изображение и байка нашей компании как какое отношение компания имеет к нашему заранее спасибо вы знаете это ровно так как комментировать не имею права даже скажем так до информация есть отношения тут очень простое дело в том что строить в объединенных арабских не важно где в объединенных арабских эмиратах это это в скажем в польше в эстонии в белару но в беларуси там другая история немножко значит или в любой другой страны европосоюза или иного мира должна быть местная компания это не то что откуда-то допустим я не знаю там с островов британской вирджинии компания приехала иначе я начал там что-то делать одно дело тут надо котлеты и мухи держать отдельное прошу прощения с такое сравнение на наглядное что одно дело компания владелец технологий разработчик этой технологии вот теперь другое дело компании выводящие эту технологию на мировой рынок да помните начало сегодняшнего вебинара и третье дело компания партнер которая получает в договоре вероятно описано что она имеет право пользоваться общей доступной информации вот отсюда и появляются юнибусы не байки которые показываются и так далее я не знаю какие там договора есть что за этими договорами стоит но хорошо что вы за этим следите ну и компания тоже об этом коротко говорить когда это можно будет все будет сказано здесь ничего страшного нет это даже это хорошая индикация что серьезные компании серьезно относятся к этой технологии и стараются ее уже показывать и вы же понимаете что идет год экспо поэтому тут сейчас с одной стороны скажем так это все хорошо но с другой стороны очень внимательно следить за тем что компания говорит кому какие права она дает и так далее потому что проект его результаты нужно выводить на мировой рынок а это очень тернистая непростая дорога или путь вернее сказать так теперь следующие друзья владимир пожалуйста подтвердите либо проверки утверждение о том что согласно меморандуму 20 процентов чистой прибыли компании так 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 независимость об их голосовании решений компании железно будут выплачены дивиденды ну вот и приводится пример например 2020 двадцатом году нынешнем году закрываем ну не важно там закрываем корневую тут опять пользуются этим ничего не закрывая закрывается просто ну то есть завершается 15 этапов неважно закроются не закроются это не не влияет на получение дивидендов дорогие друзья даже если в этом году этапы не закрыты но есть прибыль то прибыль будет делиться и теперь здесь работает правило прибыли чья кто выпустил привилегированные акции выпустила глобал транспорт инвестный кто получает прибыль да тоже глобал транспорт инвестный получила 100 миллионов прибыли поэтому не прибыли извиняюсь до доходов сформировалась чистая прибыль 100 миллион 20 миллионов железно повторяю железно выводятся или выделяются для того чтобы готов их распределить на акции в компании евразии древескобесистым колбинг которые являются владельцами этих привилегированных акций понимаете да а поскольку они получили эти 20 процентов то они пропорционально количеству их акций их распределяют поэтому этот путь железный и тут не о чем даже говорить вот в 2021 году до там или там заканчиваться в разных странах там разные правила например к не позже первого июля должны быть приняты решений после этого начинается когда-то компании может и раньше начать этот процесс например в эстонии с апреля по июль месяц можно дивиденды выплачивать все еще раз повторю акцент вопроса на том что 20 процентов будут платиться каждый год да правильно каждый божий год когда есть не если а когда есть чистая прибыль и компания не сможет аннулировать это нет не сможет потому что это так это знаете как аминь в церкви аминь сказал все есть если где-то есть неточность нет принципе тут есть нюансы но в принципе вы а вопрос правильно задали я надеюсь что вам ответил и всем тем кто интересуется этой этой темой следующий вопрос дорогие друзья пятый вопрос получается что и не байки не кар это согласно созвучно с предыдущим одним из вопросов наши 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 до нашей компании а фирма великобритании транспортное управление не понял про какую великие британии там а может быть от той компании транспортное управление дубая в среду заявила что подписала соглашение с бритва все понял да да британской компании о разработке skypod и так далее так далее в эмирате правильно потому что в эмирате может только там существующие акцептированная в их реестре регистре правильно компания которая занимается этим этим видом действовать и это хорошо это это подрядчик наш дорогие друзья понимаете министр транспорта или заключается соглашение с арабами но я думаю что не мистер транспорта скорее всего министр транспорта там глупая с британской компании заключает с арабами все правильно с арабами они заказчики все правильно все подготавливается для того чтобы генеральный под а генеральный то подрядчик кто вы это знаете я могу предполагать что это здесь или gti или же одна из его дочерних компаний вот скорее всего это вы просто не не знаете а просто ну как бы не до конца осмысливаете этот процесс и такое будет сплошь и рядом причем это еще причем это еще не о строительстве разработки подсов в туристической схеме городской мобильности и так далее конечно и должны разработать это идет исследование это это все работы которые являются водой на нашу мельницу то есть они готовят почву обоснования что из точки а точку б нужно проложить трассу и только можно сделать выбрали сделали анализ только новым инновационным транспортом все трава и не подходит монорельс это уже старье трамвай еще более что железную дорогу это вообще познать что метро нафига под землю лезть когда есть хороший вид новый вид инновационного транспорта вот и все вот чем будет заниматься то есть это префизи билеты стадии и визионирование значит мобильности города у нас тоже есть такое задание одно одно как бы помогаем делать вот так что это ничего тут страшного нет хотя мы есть ты кто мы есть так 6 вопрос дорогие друзья так владимир павлов приветствую вас так все-таки британский министр там может быть британский министр я не удавался подробности так какая прибыль у компании сегодня да сейчас радио прибыль есть у компании но посмотрите прибыль есть на вчерашний день у фу на вчерашний на прошлый год есть у евразии на раз к весь его извиняюсь за у струнной технологии есть баланс вот и уже я есть прибыль но эту прибыль скажем так она учетная прибыль не буду сейчас вдаваться подробности так 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 там может быть ошибка друзья скорее всего это это ведь например я на следующей неделе встречаюсь в риге с министром транспорта риги город это рига сатексме глава этого подразделения транспортная служба ну как бы общегородская транспортная служба у него статус министра но они так приняли так что я боюсь что здесь та же самая история это все не обязательно это не было не государственный министр так где на каких биржах лучше работать чтобы закупиться эфирами на потом покупать свой skyway global токены можно ли централизован порядка официально создать а так это уже был вопрос почему я повторил извиняюсь извиняюсь повторился вопрос извиняюсь а что реально уже в двадцать первом году начнутся дивиденды да вполне потому что смотрите что еще показывает на это когда я тут ну скажем так в какой-то степени немножко заигрывая прошу прощения рассказывают правые намерение приобрести автомобиль но это же не просто какой-то бла-бла-бла и с воздуха взятое что-то взял посидел поковырялся там или почесал свой затылок масло вы подумал ну давай-ка на 21 год нет под этим есть почва и следующая почва дорогие друзья ведь смотрите фактически если мы посмотрим и когда мы смотрим бизнес плане то там восемнадцатый год и по результатам восемнадцатого девятнадцатом году двадцатый год два года 18 20 два года разница и мы как раз на два года как бы в графике идем с скажем с таким так называемым с изменением я бы не сказал с опозданием нет мне опаздывают мы даже опережая мы просто были вынуждены как бы сдвинуть проект не меняя ничего в самом проекте это правильно я считаю что это хорошее правило в бизнесе не менять и не передергивать проекты в этом плане надо снять шляпу со своей головы перед генеральным конструктором который настоял что никаких изменений есть исходный бизнес план проекта и есть реальность вот мы в реальности в реальном графике и мы его приезжаем потому что два года даже больше я бы сказал понимаете начать проект четырнадцатом году только в шестнадцатом году появилась возможность осени вывести на первую трассу юнибайк понимаете нужно строительство строительство начато было не в четырнадцатом году а только в пятнадцатом было место и конце пятнадцатого года то есть зимой были начаты строительные работы на в экотехнопарке в белоруссии и практически шестнадцатый год шли разработки плюс нас отбросило решение которое было скажем так спровоцировано об тех условиях неприемлемых условиях по строительству высокоскоростной трассы который выходит за пределы экотехнопарка в беларуси марины горки поэтому это все реальности плюс мы не учитываем и не знаем ну кто не находится процессе это естественно сколько какие суммы где были заморожены на счетах на арестованных счетах компании первый раз в литве второй раз вторые разы еще только по нашим как бы инвестиционным счетам и в польше и других местах сейчас все освобождены средства поступают поступили уже в головную компанию так что это тоже все влияет поэтому завершаю ответ на седьмой вопрос поэтому 21 год по результатам 2020 года вполне реально другой вопрос каковы эти дивиденды но это вполне реально у кого чем больше акций тем больше дивидендов естественно если там на одну акцию там допустим 1 1 цент или одна десятая цента пожалуйста можете посчитать у вас миллион акций на одну десятую цента вы сразу поймете какой какой значит ваш объем дивидендов вот я неоднократно в прошлом году еще в начале расчеты показывал сколько нужно чтобы понять сколько нужно компания наработать на это все все достаточно реально если смотреть то что и водится платформа свг global токен водится и эти инвестиции так что достаточно интересно сейчас будет эти процессы и так вопросом как понимать что с патри а вот как понимать что с потребительским сообществом ими какое-то бывший свик взаимоотношения головной компании прекращены что делать тем кто желает продолжить инвестиции в технологии в проект они какие-то левые бизнесы аха скорее всего андрея хаврата вопрос вы знаете чтобы правильно ответить значит как понимать в этом заявлении по моему называется который выпустила головная компания там сказано но там сказано значит что что возникли определенные ограничения вот здесь я немножко вам покажу как я это дело понимал еще с лета прошлого года когда процесс начался и я думаю что это скажем так процесс шел в эту сторону как он разрешился сейчас вообще-то скажем так были собраны в этой компании который потом приобрели перенименовали собраны более 10 там по моему даже 20 20 там разные цифры ходили в интернете тут обращались ко мне люди спрашивали я просто более 10 проекта и пакет инвестиций технологии под один под одну крышу под один собственный токен крипто юнит причем его так хитро еще и назвали крипто июне тут по всякому можно было понять причем вся атрибутика было там показано и так далее я уже тогда сказал и предупредил партнера вы сказал что друзья что понимаете вы представьте себе что я значит на машине на своей выставлю все все значит и реванов или кто-то там другой ну ладно я бог с ним возьму на себя на этой машине все выставлю и символику и разные там значит высказывание новой технологии с в с в там и все что угодно да вот и поеду на этой машине ну не знаю там и сделаю какую-то аварию там или наеду на кого-то еще чего скажу представляешь зараза взял и что-то нехорошее сделал и будут говорить не о машине будут говорить о том что на машине было написано понимаете это значит что с одной стороны это хорошо примазаться а с другой стороны это налагает определенные ответственности а это есть что есть и это недопустимо использовались вот здесь я пишу что здесь как раз и было что вся атрибутика и бренд новой инновационный транспорт для продвижения криптоюнита понимаете с одной стороны вроде бы интересно потому что надо отдать должное этот процесс все равно предполагал что какая-то доля инвестиций но идет проект но это чревато дорогие друзья чревато тем что ну там трудно потом будет говоря получится так знаете как в том анекдоте который еще в советское время гулял что значит гардеробе театра украли шубу у иванова жены иванова и факт есть факт а потом когда назначали значит предложили что давайте иванова назначим заместителем директора предприятия и вдруг кто-то поднимает руку вы знаете иванов конечно хороший человек но вы знаете вот я помню что он как-то связан с кражей шубы я точно не помню поле он украл то ли у него украли но на всякий случай пускаем лучше не будет этим зам директора но связано с этим делом тут то же самое тень то ложится на что но ложится на то или на того кто там был и кто там участвовал поэтому это очень опасно следующее все все предложено не было обеспечено организационно юридически факт отсутствовали все необходимые процедуры легализации там и так далее так далее привлеченных средств там поспешили обещания были там большие выгоды народ ломанулся все было понимаете и причем выдавались не обеспечены не проработаны обещания выгод и выход на ipo по моему ноябре или где-то там или в октябре вьетнамцы там вообще сдурели все приезды туда только и слышно было и в результат осенью после этого когда не состоялось это прямо сейчас скажу значит в ноябре месяце в ноябре месяца уважаемый не буду пальцем показывать член сообщества которое переименована мнение вьетнамский спровоцировал или организовала передачу на телевидении вьетнам воспользовавшись всеми просчетами где-то она там пролетела и они пролетели значит вместе со всеми вот или что-то там не состоялось у них и я сейчас вам покажу и пролила свет на весь skyway результат многие инвесторы во первых стали на задние ноги во вторых наши партнеры там сказали тут и тут друзья мы понимаем что это все хорошо но смотрите какая информация про вашу технологию хотя там с технологией ничего не было связано а было связано и примеры были все показаны мероприятия там токены все показано то что происходило понимает я сейчас просто не хочу здесь говорить это не то место было очень много негатива и главное дорогие друзья весь начатый бизнес век налагает вот новый бизнес налагает и или косвенный отпечаток в информационной прямой или косвенной информационной среде на продвижение проекта технологии нового инновационного транспорта все вот основе я считаю это основные причины которые стоят за тем что там было сказано или озвучено поэтому здесь ничего такого страшного нет это реальный процесс мы выходим на мировой рынок и поэтому надо быть очень осторожны ребрендинг всякие прочие дела боже упаси поэтому это влияет на наш с вами доход на наше благополучие ближайшие все кто мы являемся инвесторами или придурами этого проекта поэтому нельзя это допускать как бы кому-то не хотелось где-то какой-то бизнес сделать отдельно делайте уходите спокойно делайте и никак не будьте связаны а что как дальше это уже дело техники понимаете и поэтому тут есть еще вопросы я не имею права их здесь показывать был еще один вопрос я просто для человека вам вероятно сидит слушает меня сегодня скажу что все те кто хотят продолжить свою деятельность пожалуйста будут даны предложения площадка наша рабочие все инструменты есть мы развиваемся мы готовимся и постоянно готовы развивать этот бизнес готовимся к завершению 14 15 этапа перехода в следующую фазу проекта у нас есть свое видение своей стратегии и самое главное нас есть хороший механизм причем он становится все более легальным и более легально и у нас есть возможность инвестирования через через компанию которая легали имеют лицензию но там начинается инвестиции действительно ну естественно есть наша платформа поэтому мы всегда открыты и если нужно будет будет сделано предложение для тех кто заинтересован продолжение именно продолжение проекта своего нашего проекта девятый вопрос дорогие друзья я в конце пишет человек 2015 моим первым инвестированием приобрел доли компании на а вот опять тоже на инфра платформы на инвестплатформе свига так 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 у меня есть на сайте свига дак дорогой друг не совсем правильно у вас не на сайте и не в личном кабинете вернее через личный кабинет свига у вас есть доступ к реестру это правильно не инвест фонда а в реестр компании евразии на раскопе систем сколдин он как бы отображается у вас там отображался не знаю как там вас фиге у нас он отображался на сейчас всегда как только человек делает клик ему на почту приходит выписка в виде выдержки из реестра компании где у него есть вот эти его акции где все мои доли приобретенные ну да как бы я не знаю как у вас там это было у нас несколько иначе на инвестплатформе через свиговскую платформу вписаны до этого достаточно если там есть подпись и он соответствует ну как бы там есть подпись руководителя владельца компании евразии нарезка систем сколдин по моему там должна быть подпись юницкого надо ли мне что-либо предпринимать чтобы остаться владельцем нет ничего не надо приним предпринимать там по моему даже написано в этом заявлении что весь процесс и ваше наличие сохраняется я только не знаю как там не помню сейчас точно как там было сказано по поводу вашей возможности пользоваться этим кабинетом дальше но есть разные варианты если надо там это всегда можно газет этого вполне достаточного это дает вам возможность то что вы смотрите что у вас это выписка есть она уже вас один раз есть этого вполне достаточно вы эту выписку сохраните и сохраните значит у вас нету вот видите в нашей компании у нас как раз так что у нас есть идентифицировавшие не где-то нарисовал ее она пришла мне официально по по электронной почте и это считается юридическим документом понимаете то есть она подтверждает что я не где-то ее сделал поэтому хорошо было бы если бы у вас было бы она в виде как бы электронной почты но это все можно будет сделать так что ничего страшного так дальше дорогие друзья время подходит быстренько к концу но у нас и так стоп здесь есть вопросы мы только что бустеры галаты помогли вам чем-нибудь честно валерий конечно мне они помогли галаты потому что там интересным кстати мы много что проработали вот куда валерий делся извиняюсь только честно бустер да конечно помогли естественно так 100000 долей будет достаточно как и небольшая прибавка пенсии это будут хорошие деньги юрий я не знаю в каком смысле вы имеете ввиду а юрий эти 100000 долей и на каком прибавка пенсии значит прибавка к пенсии ну в какой-то момент может быть и будет но надо будет подождать когда дивиденды будут это займет 3-4 года да но это это я вам скажу прямо что 100000 долей это немножко маловато уже серьезным можно говорить пока пока на начальном этапе о миллионе в одном миллионе долей пенсии или это будет хорошие деньги что что это будут хорошие деньги в этом и не сомневаюсь этого отложили и деньги не уменьшаются не иссыхают они потихонечку потихонечку нарастают до пола правильно марина это не о чем 1 20 30 лет нет никаких первых 20 30 лет тут транспортный проект это несколько другая вещь не на я получил прибыль при обратном выкупе правильно я считал там было было прибыль 459 процентов уже я тоже плюсик передал сошников он не продал просто вы у вас выкупили только я удивляюсь откуда вы у вас выкупили 500000 она может быть да там это не вы а а с кто-то из ваших родственников скорее всего лучше сидели высошников и помалкивали свиторы присылать ну и тогда нормально этого достаточно тогда достаточно спасибо вам марина я не знал это давно не с репутационные риски для компании да согласен я тоже так считаю валерий марина можно же на бирже продать когда акции будет стоить конечно можно только нужно ли это делать понимаете так дальше что ожидается поистой какие возможности у нас есть будут когда ожидается выход вы просто хочу здесь не буду сейчас даваться у меня есть подготовленная я думаю что вопросом меньше сегодня будет у меня есть подготовлено отдельно значит про про немножко про ст его так чтобы готовиться нам к нему ибо мы к нему идем да вот поэтому я сегодня только покажу вам что даже здесь мы находимся в процессе подготовительный этап это теория не теория скажем общепринятая условия продажи токенов есть есть выбор значит как идет процесс что у нас это сделано сделал выбор блокчейн найти потоки на сделан сделан создание лица это сделано сделано выборе юрисдикции сделан сделан разработка в эстонии разработка white paper есть 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 две версии так тестирование стратегии что такое тестированные стратегии вот час идет тестирование первое было прошлом году теперь сейчас было начато с января месяца вот это первое сейчас было начато буквально недавно вот это все тестирование дорогие друзья и началась работа на узнаваемость то есть я Я наслышан, что есть компания, которая разрабатывает и все подготавливает. В том числе и мы будем в этом процессе с вами участвовать, когда в ближайшее время узнаете. И подготовка продажи на бирже. Что, где мы сейчас находимся? Мы сейчас находимся, дорогие друзья, в пути к 01.07.2020. Есть основания по белой бумаге полагать, что тут начнется как раз, что тут начнется разблокировка токенов. 01.07. Потихонечку, потихонечку и начнется свободная, свободная продажа или предпродажа. То есть набор вот этих 60 миллионов или до 60 миллионов или до 125 миллионов, неважно, да, продажи. Этот процесс в пути. То есть мы, что я хотел здесь сказать, мы находимся в абсолютном процессе, в правильном процессе. Как он, ну скажем так, классически представляется. Все элементы есть, тут кое-что отсутствует, но неважно. Самое главное, что тут видно основные моменты. Поэтому это очень важно, дорогие друзья. Я на этом сегодня завершаю. Я благодарю вас за внимание. Очень рекомендую всем продумать свою тактику и стратегию. Ибо мы, кто вы здесь есть, передайте другим, тем, кто будут слушать этот вебинар, призываю вас. Это наш бизнес, это наш проект, дорогие друзья. И от того, насколько то ли мы едем в рюкзаке кого-то другого или других людей, или же мы являемся носителем этого рюкзака сами и поддерживаем этот проект. Это не значит, что надо там из штанов выскакивать. Как минимум, задайте себе задачу. 50 от 50 до 500 долларов. Сколько я могу вложить? С какой периодичностью в этот проект его поддержать? И главное, даже не это, а главное. Неужели, неужели я не могу пригласить одного, двух или трех своих знакомых? А может быть и незнакомых, потому что знакомые уже все до второго колена охвачены. Вспомните, с кем вы говорили 5 лет назад, 4, если кто больше, 3 год назад. Есть что показать. Понимаете? Не надо лениться. Это наш проект, друзья. Я желаю вам сообразительности, мудрости, доброго здоровья, поддержки иммунитета весной, хорошей масленицы и подготовки к постной неделе. Я прощаю вам все и прошу вас простить меня, ибо впереди прощение. Так что мы с вами увидимся через две недели. Всего вам доброго, вам и вашим близким. И строй скорей, или как теперь говорят, строй инновационный современный транспорт и поддерживай, спасай планету. Это очень важно. От нас это зависит. И потом, впереди очень много проблем. Продолжение следует... Продолжение следует...